Салем Семей Салем Семей Салем Семей Салем Семей Друзья, я же озвучу тему, на которую мы будем сегодня общаться, о которой мы будем сегодня говорить. Сегодня мы решили поговорить об эрудитах нашего города, об интеллектуальных играх, ну и вообще об интеллектуальном досуге, который возможен в нашем городе. Если вспомнить записки того же Федора Михайловича Достоевского, барона Врангеля, то еще в конце 19 века наш город весь досуг состоял из двух приличных домов. В одном шла страшная игра, в другом шла страшная пьянка. Все, весь интеллектуальный досуг города сводился именно к этому. Да, конечно, если говорить о студентах, то в каждом вузе есть какие-то интеллектуальные клубы, игры, типа дебатов и прочего. Но что делать жителям города, тем, которые не смотрят нашу викторину «Час удачи», а вот хотят тоже блеснуть своим IQ перед всеми остальными? Для этого есть много различных способов. Один из них – это уникальная, я скажу, интеллектуально-развлекательная игра «Квиз-плиз». У нас сегодня в гостях ее ведущий Иван Самольский. Иван, доброе утро. Доброе утро, Кэрл Тан. Иван, давай о «Квиз-плизе». Что за название такое? Я когда в первый раз увидел, я думал, что это какой-то шоколад или печенюшки. Ну, никак мне не ассоциируется название с интеллектуальной игрой. Ну, вспомни, да, что, где, когда, «Брейн, ринг», там, какие-то такие названия, а тут «Квиз-плиз». И как-то какое-то название такое, как лягушка. На самом деле, действительно, в первую очередь, это вкусно. Вкусно, потому что это интересно, это завораживает. Это в чем-то приносит то самое удовольствие, которое мы получаем, когда мы употребляем в наш собственный организм шоколад. То есть, самый эндорфин, адреналин, который получают наши игроки или так называемые эрудиты на нашей игре. В городе непосредственно эта игра существует порядка уже одного года. Это молодое развлечение, да? Для нашего города пока еще да. То есть, мы как бы продолжаем укореняться в этом плане и продолжаем развиваться. То есть, за нами уже достаточно большая армия именно наших людей, наших игроков, наших участников. Постоянных участников. В том числе. Ну, скажем так, как показывает опыт, если есть люди, которые приходили к нам разово, настает время, и они возвращаются. Это история, опять же, возвращаясь к названию, пришла к нам как франшиза из России. Квиз в основании вот именно вот самого названия имеется в виду «Question», то есть вопрос в переводе с английского. Ну и, соответственно, говоря об этом, там задаются вопросы. То есть, «Quiz please» это, то есть, «Question please», да. То есть, говоря на иностранном языке, то есть, как бы якобы игроки просят задать им вопрос, который они с легкостью, как это обычно у нас бывает, расщелкивают. А давайте теперь о структуре игры. То есть, ну, мы всем знаем много, да, франшиз, таких как ЧГК, таких как BrainRing, таких как «Своя игра», да. Они уже давно переступили порог тех студий, где их снимают, да, их играют и в школах, и их играют и онлайн в интернете. Есть специальные программы, где ты можешь в режиме онлайн набрать команду, если найдется человек, который придумает умные вопросы, да, все это реально в формате этих игр провести. Какой формат «Quiz please»? В первую очередь, задача «Quiz please» собрать людей не для себя, не для «Quiz please», а друг для друга. Собрать людей для того, чтобы они прекрасно провели время, потому что у нас это и друзья. С преферансом и дамами? С дамами, с преферансом не всегда. То есть это у нас команды, которые, допустим, включают в себя друзей, возможно, родственников, возможно, коллеги по работе, не за горами соседи, там, может быть, даже с каким-нибудь названием КСК какой-то, к примеру. Ну а вот яркие примеры, какие команды считаются самыми сильными? Это знакомые или незнакомые? Бывает такое, что незнакомые люди вообще впервые встречаются за столом? Те команды, которые чаще всего занимают призовые места, они ходят постоянно, потому что они на это подсели. Так как они на это подсели, они ходят постоянно, ты их уже знаешь, они для тебя как родные люди, это прям твои уже собственные друзья. Но вот внутри своей команды, вот они могут быть, опять же, я вам говорю, родственниками, коллегами, друзьями. То есть это в первую очередь, возвращаясь к вашему вопросу, для чего и что там в квиз-плизе именно есть, это в первую очередь огромное желание собраться всем, провести время, провести вечер, поужинать, к примеру, потому что это все-таки и в вечернее время проходит, и одновременно это чаще всего проходит после рабочего дня. И в конце концов, вот именно получить тот адреналин, развеселить друг друга, развлечься самому и в конце концов победить и получить за это какие-то призы. Ну теперь о формате, как он проходит? Формат. Это у нас обычно, если мы берем классическую игру, классическую игру, остановимся на этом, потому что есть еще тематические, о них мы поговорим попозже. Классическая игра включает в себя 7 раундов, 7 раундов чаще всего по 6 вопросов. И вот эти 6 вопросов абсолютно на разные темы. То есть если мы говорим о составе команды, то в команде не обязательно, а команда у нас до 9 человек, команда не обязательно может включать в себя, допустим... Александра, друзья и... Да, и прочих людей с тремя высшими образованиями. Абсолютно нет. То есть эти вопросы могут поддаться как бы любому человеку, по сути? Ну, я думаю, Александр Друсь не угадает, допустим, песню исполнителя Моргенштерна, простите меня за такое слово в эфире, но, к примеру, у нас есть вопросы из сегодняшнего дня. То есть не обязательно знать, допустим, все классические произведения, в том числе литературы и оперы музыки. Нет. То есть это может быть и современное кино, музыка, комиксы, компьютерные игры. То есть, возможно, вы должны угадать сюжет какого-то фильма, возможно, вы должны угадать название какой-то картины, возможно, вы должны продолжить фразу какого-то известного человека, которая, допустим, стала фразеологизмом. Ну, возможно, есть какие-то, опять же, вопросы, где просто нужна логика. И не факт, что три высших образования гарантируют какую-то логику. То есть ее в ВУЗе не получить и в интернете тоже не скачать. Правила. Есть ли какие-то жесткие правила? То есть, когда приходят игроки, у них изымаются телефоны или там как-то? Чтобы не было вот этого, да, посмотрел, загубил. Нет, у нас все-таки это не госструктура, телефон у нас не изымается, но, по крайней мере, на столах стоят некие контейнеры, так называемые боксы, куда игроки сами вот по собственной воле складывают эти самые телефоны, смартфоны, гаджеты, планшеты. Игра для себя, ты получаешь удовольствие. Какое удовольствие в том, что ты быстрее всех нагуглишь, да, правильный ответ? Да, абсолютно нет. Не думаю, что в этом... Тут идет азарт именно, да, как я понимаю? Да, тут идет внутреннее то ощущение, когда ты первое обсуждаешь и второе, когда ты ждешь тот самый правильный ответ. А ответы даются не сразу, как я понимаю, да? Там дается лист, ты записываешь ответы и в конце раунда, да? Да, возвращаясь к семи раундам, то есть вот проходит один раунд, задаются эти шесть вопросов, потом эти шесть вопросов повторяются для того, чтобы проверили свои ответы. Причем они повторяются уже без времени на обсуждение. После этого бланки сдаются нашими игроками и участниками. И тут же, пока параллельно идет подсчет голосов, правильных ответов и бланков, мы выдаем правильные ответы, на что уже наши люди, наши участники дают те самые эмоции, за которыми они пришли. А раунды как-то отличаются друг от друга? То есть это тематически, допустим, первый раунд, обычно вопросы вот такого содержания или такого характера, второй раунд так, по-другому, да? Или это просто вот семь раундов, в которых рандомно могут быть любые вопросы? Нет, мы все-таки разгоняем, потому что первый раунд, это по-любому, он разминочный, причем всегда по классике у нас в первом раунде четыре варианта ответа. А, то есть тесты такие? То есть, да, это первый раунд, где четыре варианта ответа и всего 30 секунд на обсуждение. Второй раунд, это у нас уже 60 секунд на обсуждение, но там ты думаешь, вспоминаешь, включаешь логику. Есть раунд, который у нас полностью, он называется Шазам-раунд, где в течение всего раунда, в течение шести вопросов, которые в этом раунде есть, постоянно что-то звучит. Там может звучать диалог из фильма, там может звучать отрывок какой-то песни, там может звучать, в конце концов, голос человека, и необходимо угадать, чей это голос, кому он принадлежит. Причем этот голос может звучать как на русском языке, так на английском, на немецком, на казахском, вне зависимости. То есть мы идентифицируем именно на слух человека, которого мы должны как бы угадать. Супер, что-то я все больше и больше загораюсь идеей принять участие в этой игре. Я думаю, мы скоро с вами там встретимся. А как вообще часто проходят эти игры и кто авторы вопросов? Я думаю, что такое количество вопросов, ну, одному человеку делать довольно-таки трудно. То есть должен быть целый ряд, наверное, авторов, да? Безусловно, то есть это все, опять же, если мы возвращаемся о том, что это все-таки франшиза, это купленный проект. Офис находится в Москве, в России. Там есть команда авторов, причем, насколько я знаю, эта команда не всегда штатная, а это где-то, скажем так, за пределами даже Москвы и России находящиеся авторы, которые присылают свои вопросы. Фриванс, да? Да, и предлагают те вопросы, которые... Я вот теперь, помню, предлагаю эту работу, но я что-то не совсем понял тогда, что это за такое. Да, это вот та самая история. Причем, опять же, когда, допустим, заказываются, допустим, какие-то блоки вопросов, к примеру, вопросы заказались у какого-нибудь литератора. То есть получили от него, допустим, скажем так, какое-то определенное количество вопросов, и это количество вопросов раскидывают на определенное количество игр. То есть в каждой игре, допустим, будет его вопрос. Каждая игра, она, допустим, проходит в каждом городе. Соответственно, там должен быть большой объем вопросов. Причем, как вот опять же я сказал, не только по литературе, но и по разным областям. Поэтому не обязательно для этого там заканчивать высшие учебные заведения. И, допустим, чтобы все участники твоей команды были непосредственно там из разных направлений или из разных специальностей. Не угадаешь, короче говоря. Конечно, нет. Я позвал сегодня врача, а вопросов по медицине не было. Да, к вопросу про тематические раунды, каждую игру, в каждой, по крайней мере, классической игре Квист-Плес есть тематический раунд. Он может быть абсолютно разной темой. По крайней мере, из последних игр, допустим, были темы острова, были темы игры, были темы, не знаю, там, географии. Ну, к примеру, да, я не говорю. Есть еще у нас такие, так называемые, хардкор-раунды, где у нас прям очень сложные вопросы. И, причем, вот опять же, те самые люди с семью высшими образованиями не всегда вывозят, как говорится, в правильном ответе те самые вопросы. Интересно. А как часто эта игра проходит? То есть, я понимаю, что подготовка занимает довольно много времени, если особенно авторы местные. То есть, если это франшиза, я так понимаю, вопросы присылаются просто, да, скорее всего? Вся игра присылается пакетно, то есть, это полностью прописанные вопросы, это полностью готовая презентация, это полностью даже до такого момента вшитые в презентацию музыкальные оформления и те же самые ответы, которые могут быть не просто написаны на экране как слово, а именно ответы могут быть тем же самым отрывком из музыкального произведения, или же это может быть ответ в виде видеонарезки какой-то. Игры в данный момент проходят два раза в неделю, это наши дни, скажем так, это среда и воскресенье. Они проходят в вечернее время, в принципе, если кого-то заинтересовало, мы, в принципе, есть во всех активных и известных, популярных социальных сетях, эту информацию, в принципе, можно найти, плюс еще есть, конечно, сайт. О тематических играх, что это значит и как часто они проходят? Тематические игры в последнее время проходят часто, потому что мы как бы изначально подсаживали весь наш интеллектуальный народ города всех эрудитов на классическую игру, но опять же, как я уже говорил, то есть в рамках каждой классической игры есть вопросы на разные темы. Вот когда все узнали, что такое Квис Плисс, то есть у нас начали проходить тематические игры, то есть была уже, по крайней мере, прошедшая игра на тему СССР, то есть команды непосредственно там усиливались родителями, бабушками, дедушками, переходили, да, обязательно, подняли и принесли. Я думал, у нашего... А, вы про него. Вот, потом были игры, которые посвящены кино и музыке 90-х, то есть тоже вот это надо иметь определенный... Ну, это все заранее, естественно, как бы анонсируется. Анонсируется, безусловно, да. Потому что если кому-то неинтересна эта тема, он может просто не прийти, или прийти в качестве зрителя, или, так скажем, зеваки, да, просто постоять. Да, ну, то есть мы в любом случае анонсируем, это делается для того, чтобы определенные какие-то даже команды организовывались именно под эту игру, потому что кому-то это может быть интересно. И плюс еще те команды, которые являются, скажем так, постоянными нашими участниками и членами нашего клуба, то есть они, в принципе, но это не запрещено, они могут менять свой собственный состав, опять же, в рамках количества людей, в рамках своего собственного названия, ну, допустим, прийти, не знаю, там, оставить дома молодежь, которая, допустим, разбирается в компьютерных играх, потому что этих вопросов вряд ли будет на тематике СССР, и привести, допустим, там более взрослую аудиторию. Были игры, которые посвящены, чему еще у нас были игры? Ну, вот накануне я могу сейчас сказать, что будет игра, которая будет посвящена путешествиям, туризму, географии. То есть это вот полностью все вопросы будут... Сакральным местам Казахстана. В том числе. Обязательно. В том числе. Его сказано в послании. Мы придерживаемся, безусловно. Вот. И будут вопросы, как про путешествия, туризм. Возможно, это будут вопросы какие-то на эту же тему, но, допустим, взятые из каких-то фильмов. Фильмов приключенческих, фильмов исторических, фильмов про какие-то путешествия. Ну, допустим, там, под какого цвета парусам, там, шел там такой-то корабль, там, куда-то там, в Византию. Вот это как бы про путешествия, про путешествия. Вспомните, кто, допустим, исполняет песню «Я уехал, уехал в Петербург, а вернулся в Ленинград». Про путешествия, про путешествия. Вот как бы тоже вопрос такой может иметь место. Но сейчас у нас мы эту игру уже проанонсировали, и сейчас у нас очень большая активность на 16 число, на 16 февраля, когда мы будем играть тематическую игру по Гарри Поттеру. То есть у нас все уже пересматривают фильмы, у нас все уже перечитывают книги. Скорее, больше фильмы пересматривают. Нет, есть даже команды, которые разделили между собой части. И вот я думаю сейчас в данный момент, еще даже, наверное, не ложась спать с позавчера, они вот перечитывают всю Джуан Роулинг. Великолепно. Ну, вообще замечательная идея, что вот тематические игры... Я предлагаю такой вариант, что перед ЕНТ, например, сделать что-то по русскому языку, по казахскому языку, чтобы мы сразу будем ездить по школам и проводить непосредственно на местах. Игры, да, по физмату, гуманитарному циклу и прочему. Вопрос такой, помимо тематических игр, ну, естественно, какая-то стимуляция должна быть для любого человека. А зачем я иду, помимо хорошего настроения? Есть ли какие-то призы для победителей? Я просто, ну, вот смотрел в соцсетях, там, во-первых, это большой промоушен, да, то есть это обязательно фотосессия практически на каждой игре, да, это команды отдельно, по желанию там с ведущим, как правило, игроки отдельно, это все выкладывается. Плюс какой-то сопроводительный материал, да, это бланки, браслеты, там какие-то еще что-то. Какие-то призы еще бывают ли? Да, бланки, браслеты, то есть, как бы, обязательное условие того, без чего, как бы, игра не состоится, то есть ты приходишь, ты участник игры сегодня, это доказывает тот браслет, который у тебя на руке, который ты получаешь на входе бланки, это те самые бланки, которые ты заполняешь, то есть они фирменные, брендированные под наш свет, то есть это не просто какие-то газетные обрывки, на которых... Водяные знаки. Безусловно, безусловно, гербовая печать. Вот, кроме этого, есть, допустим, те же самые призы, которые идут, скажем так, на каждой игре, то есть это диплом, который говорит о том, какое вы место заняли сегодня там. Если заняли, да, соответственно? Ну да, да. То есть, безусловно, это там прописывается номер игры, ее дата, название вашей команды и то место, которое вы заняли. Дополнительно мы от себя там дарим какие-то небольшие, скажем так, призы для того, чтобы, ну, скажем так, тут же и здесь немножко отметить свою победу, назовем это так. А, все, понятно. Вот. С нами в последнее время очень активно сотрудничают различные компании, фирмы, даже это какие-то единичные представители той или иной сферы индустрии, которые, ну, есть в городе. Ну, могу привести пример. То есть, это может быть салон красоты. Какая-то продукция, да, может быть, например? Да, мы там раздаем сертификаты на какие-то услуги, скидки на получение каких-то товаров. Не знаю, вот, допустим, недавнего времени с нами сотрудничает Дэнс Студия. То есть, они раздают сертификаты, да, на то, чтобы посещать их и учиться. Развиваться не только интеллектуально. Безусловно. То есть, это мы говорим в рамках одной игры. Дополнительно у нас, как бы, из игры в игру команды копят те самые рейтинги, которые они потом в конце сезона, а сезон это у нас время года. То есть, сейчас начинается новый сезон? Нет, сейчас заканчивается зимний сезон. И вот в конце февраля, начале марта мы будем играть в финал зимнего сезона, в котором будут участвовать непосредственно те команды, которые играли весь зимний период, набрали максимальное количество баллов. И вот они уже там, туда как бы не все будут допускаться именно в финал, потому что там и призы как бы другие. И туда будут допускаться те непосредственно команды, которые отличились вот именно в течение всего зимнего сезона. То есть, они копили баллы, поднимались там на верхние строчки. И вот тем самым они участвуют в том самом нашем финале, где уже розыгрыш идет на большее количество призов. Там и величина призов. Опять же, возвращаясь к призам разовым за каждую игру, команда, которая получила первое место, они на следующую игру приходят абсолютно бесплатно. То есть, если, допустим, мы каждую игру собираем какие-то входные с наших участников, ну хотя бы... Франшиза должна развиваться. Да, потому что там оплачивают те же самые бланки и браслеты, назовем это так. Ну, аренда, помещение. То в отношении финалов там, то есть, призы другие, более масштабные. Хорошо. А вот кто, собственно говоря, может принять участие в всем мракописии? Мы открыты для диалога, причем как, если вопрос идет про участников, так и про спонсоров, так и про тех, кто, в принципе, может поддержать нас, потому что это достаточно большая аудитория, причем порядка, ну, 150-170 человек это на каждой игре, плюс это большая аудитория у нас в интернете, и те же самые игры, которые проходят у нас, допустим, два раза в неделю, их чистота, она, опять же, связана с тем, что интерес достаточно велик. Мы не можем, допустим, уместить, опять же, ограниченные определенным помещением, определенными посадочными местами и определенным количеством мебели. То есть, приходится вот именно делить тех самых желающих, вот, по крайней мере, в данный момент на два дня в неделю. А по идее это проходит вообще один раз, да, в Москве, например, что же? По идее в Москве это проходит каждый день, и причем в разных заведениях одновременно. То есть, это разные заведения, это разные ведущие, это разные участники, разные команды, но это, так называемая, одна-единственная московская лига. Причем, команда может, допустим, сегодня играть классическую игру в одном заведении, завтра эта же команда может играть, допустим, в другом заведении с другим ведущим, игру тематическую, если им это интересно. То есть, там есть и такое. Возрастные ограничения, полувозрастные ограничения, кто может померить со своим IQ, интеллектом? В верхней, в принципе, какой-то планки у нас нет. По детям у нас, да, есть определенный ценз, потому что, ну... Пятейные заведения, так скажем, посещаются. Там это, как бы, по законодательству есть определенное время, то есть, после 10 или 11, они не могут, как бы, там находиться. В этом заведении, да, совершенно верно. А в плане нашей игры, то есть, есть ограничения, где, допустим, ну, 8-летний ребенок, он может прийти, но он, как бы... Смысла нет, да? Да, он участником не является и не считается. А дети, там, допустим, с 15-16 летнего возраста могут уже быть членами команды, причем, как показывает практика, достаточно много вопросов вытягивает вот именно вот эта вот молодежь. Потому что есть вопросы и про компьютерные игры, есть вопросы какие-то из интернета, прямо вот из каких-то тонких слоев интернета, которые, допустим... Мемчики. Безусловно, это у нас отдельная тема. Которые, допустим, родители или взрослые люди, но они, как бы, этого не замечают, с этим не сталкиваются. И вот в этом помогают и вывозят чаще всего от молодежи. Ну что ж, а мы завершаем нашу сегодняшнюю беседу. Иван Самольский, напомню, в гостях ведущей франшизы в городе Семей Квиз Плис, интеллектуально-развлекательной игры. Иван, что напоследок можно пожелать телезрителям, тем, кто вот погряз, так скажем, в рутине, да, работа-дом, работа-дом, изредка выбирается там в кафе перекусить, позавтракать или пообедать или, не дай бог, поужинать с супругой или с родными. Что даст эта франшиза, что даст эта игра, какую возможность? Хочу сказать только одно. Попробуйте. Попробуйте прийти, собрать команду, потому что, в принципе, эта вся история настроена на то, чтобы вы сами отлично провели время, вы пообщались со своими друзьями, вы, в конце концов, поужинали. Возможно, открыли в своих друзьях, знакомых, какие-то новые скрытые таланты, интеллектуальные способности, и это вас очень бы удивило. Это в любом случае дает новые эмоции, которые нам, как обычно бывает, редко хватает, редко находятся во привычной будничной жизни, потому что мы все, да, погружены в рутину, в работу, и где-то, может быть, не хватает, в том числе среди недели, где-то я сейчас говорю про среду, тех самых хороших, положительных эмоций, после которых прямо вот есть какой-то определенный заряд, особенно, когда ты что-то получаешь и где-то что-то побеждаешь. Поэтому я приглашаю. Как много времени отнимет? Пару часов вечернего времени, который вы все равно пролежите на диване. Нет, ну тут вот не надо путать, диван это святое. В том числе, если мы говорим про домохозяек, вы можете прийти, поужинать, для этого вам не нужно готовить ужин и мыть посуду. Замечательно. Обычно время это 8-9? 7 вечера. Условно 7 вечера, плюс-минус, все это зависит, опять же, от дня недели, потому что мы в среду настроены на 7.30, потому что многие, допустим, работают, им нужно добраться. Если мы говорим про воскресенье, это чаще всего 7 вечера, просто 7 вечера ровно, где люди уже, скажем так, сделали все свои домашние дела, съездили на базар, в супермаркеты и закупились продуктами на всю неделю, и поэтому вот как-то готовясь... Уделить время себе. Да, готовясь к новой неделе, зарядиться какими-то новыми положительными эмоциями. Прямо в бегудях приехать. В халате. Добро пожаловать. Естественно, все это есть в социальных сетях, то есть как подать заявку, как зарегистрироваться, да, то там, я так понял, с порога не пускают просто так, или... Да, то есть это все равно, вы приходите уже ранее зарегистрированные, ранее записанные, вы есть уже в списках, по крайней мере, ваша команда есть в количестве какого-то определенного числа человек, вот, и поэтому, как бы, добро пожаловать, попробуйте, это интересно, как бы, многие, я уверен, ваши знакомые, как бы, в это уже играют, и вы, возможно, это не то, что бы услышали, а явно видели те самые красивые праздничные фотографии у них в социальных сетях. Иван, спасибо огромное. Удачи вашей франшизе, удачи развития вам. И, может быть, помимо города, охватите еще и регионы. Опять же, согласно посланию. Это наша цель. Абайский район и прочие районы, я думаю, было бы замечательно провести что-нибудь, хоть в школьной столовой, на мой взгляд, вполне себе. И вот еще как-то эта франшиза на казахском языке у нас не блистала еще ни разу. Мне тоже кажется, это идея, бизнес-план такой неплохой перевести. В этом плане, да, в этом плане еще как бы есть возможность развиваться, по крайней мере, вот, допустим, взять тот же самый город Ускаминогорск. Там именно та же самая игра проходит на английском языке. Поэтому не за горами, вот, я думаю, и команды, которые мы соберем на государственном языке. Супер! Удачи и успехов! Рахмет! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Тағы да, армыз сіздар, күрметті телекорермендер. Біз Сәлем Семей Бағдарламасының 2-ші сағатын бастаймыз. Біздің студияға қонықтарымыз келіп жайғасы білгерді. Алды мен бүгінгі күннің ауарай болжамына кезек берсек. Друзья, доброе утро. Мы приветствуем всех тех, кто смотрел нас в течение первого часа И всех, кто присоединился к нам только что Видите, у Джанерки Кубком уже наградили Он стоит за первый час Ну а мы продолжаем нашу программу И как и обещали, мы беседуем во втором часе тоже с нашими гостями Если первый час мы посвятили интеллектуально-развлекательной игре Которая в нашем городе относительно нова Досуг, который может каждый, в принципе, себе позволить Прийти, поиграть, блеснуть эрудиции И повысить свой кругозор То вот второй час мы посвятим более древнему интеллектуальному развлечению Более серьезному, если это можно так сказать Это дебаты, дорогие друзья Я помню Рона Хаббарда Не вживую, не как сейчас, а вот просто его учение И, по-моему, это именно его была затея Создание парламентских дебатов Которые обычно проходят в власть имущих То есть это парламенты различных стран И вот эти парламентские дебаты он перенес на игровую форму И студенты, школьники сейчас активно занимаются этим видом интеллектуального досуга Но об этом чуть позже Сейчас, как сказал Жанельке, прогноз погоды Прогноз погоды на 5 февраля В Карауле ясно днем 0, ночью минус 4 градуса В Обралнинском районе облачно днем минус 2, ночью минус 5 В Бескарагае облачно днем минус 1, ночью минус 7 градусов В Бордульхе ожидается облачная погода днем минус 1, ночью 5 градусов со знаком минус В Колбатау снег днем минус 1, ночью минус 4 градуса В Кокпикты ясно днем минус 3, ночью минус 7 В Бурджаре ожидается ясная погода днем 0, ночью минус 4 градуса В Ахсуате снег днем минус 5, ночью минус 9 градусов В Баягозе ясно днем минус 1, ночью 7 градусов со знаком минус В Курчатове облачно днем плюс 1, ночью минус 4 градуса В Усть-Каменогорске ожидается снег, днем минус 5, ночью 9 градусов, ниже нуля. В Семее облачное днем 0, ночью минус 5 градусов. Синоптики обещают на этот день и в принципе в целом на неделю относительно теплую погоду. В Семее облачное днем до 0 градусов, а ночью минус 2, минус 5 максимально до какой отметки опустятся столбики термометров. Вот такая вот у нас зима. Что поделаешь? Көктемінің басталуына да бірақ ай уақыт қалдығой, бірте-бірте көктемінің де леві сезіліккері жатқаны көрініптір. Бүгінгі келген екінші сағатымыздың қонақтарына сөз беретін болсақ, қазіргі таңда жастарымыздың айналысатын ісі баршылық, яғни, қандай ісіпен айналысам десеңізде барлық мүмкіндіктер қарастырылған елімізде. Яғни, қазіргі таңда Шакарым университетінің студенттері өздерінің бос уақытын дебат ойындарын ойнау мен өткізуде. Кош келдіңіздер, біздің студиямызда Жаслан Заманбеков, Тұрсыныва Мадина Жане Балабек Аяулым. Доброе утро! Как настроение? Дебат дейміз, көбі дебат десе бір ұрсы суы немесе сөз таластырып, бос уақыт өткізуде ойлайды. Жалпы дебат дегеніміз не, осы телекөрімендерімізге мәлімет ретінде, анықтама ретінде бере кетсеңіздер? Жалпы дебат тұралы айтатын болсам. Қысқа да нұсқа берин. Дебат деген ол пікірсайыс болып табыады. Яғни ол жанаға айты өткенде ұрсы суы немесе ондай нәрсия емес. Дебат деген ол өзіңнің нақты ойынды жеткізе білу дәлелмен. Яғни дебатта, дебаттың ойына барысында, сен әрдайым өзінің айтқан сөздеріңе нақты жауап берім керексін. Яғни дәлелмен, оны нақты анализ бен жауап беру, және де осында аратырлық стерге өте көмегім беретін, осы дебат ойындары болып табылады. Жалпы қысқа осы. А как вы вообще попали в дебаты? Некізінен осы универге келген кезде бізі әртүрлер жаққа деген қызық ұшылықтар болды. Яғни жасу таны деген секілді, немесе волонтерлар көбі деген секілді өте көп деген ұйымдар болды. Алайда ең алғаш дебатқа келген кезде бұл орта немесе адамдардың ойын ашық білдіруе деген секілді факторлар көп асеретті бізін дебатқа келген. Өзіңізге, өзіңіздің жаныңызға жақын нәрсеге ғырай ғыстыңызды есеңіз болады. Ал осы дебат ойындарын ойын есіздер, сонда университетте қандай тақырыптар көтеріледі. Қандай тақырыптар көтеріледі, ол жылына қанша уақыт болады, немесе ай сайын болады ма деген секілді. Бізде сонғылық тауы тек ловығы дебаттын турнирлары болып жатыр. Мұсалғы әсі, 7 бүлкінны, синеме каппылады. Ол біздің тағыда бір басқа дебат құртырын үндестірумен болып өтеді. Және де жалпайтсақ болықтар бұл жүде айтырлі тақырыптар болады. Қандай, аудыңға қаптада біз анимең айқай айланысты төйірін айын болатын, Резолюциалы есть, но мы должны быть толерантливой формы, потому что мы должны работать с большими людьми, потому что мы должны работать с большими людьми. В общем, вы говорите о том, что другие девят клубы в индустрии. Какие девят клубы в школе есть в школе? В школе есть университет, а в школе есть в школе? В школе есть во здоровье и в школе есть в школе. Да, это auch есть конгрессовые девят клубы. В школе есть в школе, и есть много колледжей. Также о билетонах есть в школе с компании с семейом медицинского университетом есть в школе. Потом это появился. Мне интересно, эти клубы. Они по размерам расставлены. Мне больше всего импонирует тот самый маленький, который декоративный. Что за кубки, за какие заслуги, там, конечно, на них написано, просто нам не видно, но я думаю, будет полезно рассказать. Спасибо за внимание. как я бы говорил, в том числе, в формате мы сегодня сегодня один человек был одним из них, который был один из них. Какое из них выиграли? В этом месте, в этом месте, необычайном дебатке, а в этом месте, необычайном дебатке, а в том месте, обучая музыка, даже необычайном дебатке. Финаловый турнир Оратор дебат клубы имдастырган, сол жерде он тоже. Я так смотрю, наш тапа побабольше, чем столичный получился, да? Сында Астана қаласында өтті дестер, я. Осы, сіздер қан шалқты қазақстанның басқа өңірлермен қарымғатынас жасайсыздар? Өте тұс сөге болады, сөйбөбе жаңағатқан бастау жаспоңдарды қабылдал кезінде, бізге басқа қалалардан да жаспоңдар келген болатын дебат клубы. Және де, әртүрлі көлкшеттау павадар қалаларна, Астана қалаларна да бізді шақырып отырады, ашыл дебат клуб ойындарына, ол республикалық түрде өттеді, яңын ереспубликаның кез келген месенде дебат клубтар келеді. Өсі дебат ойындары алғаш қашан бастау алған қай жылдары, қай ғасырларда кімдерден жалғасып кележатыр осы уақытқа дейін? Жалпы дебат ол өте көнеден кележатқан ойындар түрі болып табылады. Ең басында ғы Грецияда өзінің несіні тапқан баше айтқанда аналогы деба айтамыз. Жалпы оны тура дебат деп қарастыруға болмайды, яғни оның түрлері ақырындап, осы саяси партиялық жүйелер пайда болған кезде, осындай жүйелер бойынша адамдардың сөйлеу қасиетін немесе өзінің қаншалықты, шешендік өнеріне байланысты, осындай тұстарына қарып, осындай дебат ойындары қатты дамыды. Яғни дебат ойындары жалпы, көбілінсе, сіздер білесіздер президенттік сайлау кездерінде, сонда кездерде дебат ойындары жүреді. Ол, мысалға алатын болсақ, Америкада Трамп пен Хиллорик Клинтонның болған дебат. Ол қазірде жалғасын тауып кележатыр, ясен әсі. Ол саяси аренада өте үлкен құрал ретінде қарастыруға болады дебатты. Себебі дебат ойындары осындай халққа қаншалықты сенің халықты көндіре алуын деген сяқты көптеген қасеттерге е болады. Яғни жалпы сал Трамп пен Хиллорик Клинтонның дебаттын көрсеніздерде болады. Ол жерде қарсыластар бір-бірінің жайлы жаманыстарын айтыуын мүмкін немесе белгілі бір дәлелдермен сөйлейу арқылы. Халықты өзіне тарту арқылы, халықты өзіне дауыс перуге, бұл ашайтық қанды агиттербен ететуге, сендруге жұмыстар жасайтын өте үлкен құрал ретінде қарастыруға болады. Және де дебатқа байланысты, және сол политикалық сферада өте қатты қолданысты та е, тіпті сол Украина да болған дебатты да, сіздер білесіздер жалпы қазақстанда да, онында дебат болған осы президенттік сайлау кезінде. Сондықтан дебат ойындары өте маңызды құрал ретінде болып табылады. Түпті Абаманың өзіде кезінде ең басында университетті оққан кезде, ол ең басында сол осы дебат өрмесіне көп барған. Яғни, оның өзіне көп ол ең басының өзі үшінде қырмесіне кезінде, ол ең басында өзіменді, өзіменді құрал ретінде дебат қарастырға болады жалпы. А сколько вообще форматов дебатов существует? Насколько я помню, есть где трое на трое соревнуются, потом есть еще два человека по одному человеку. Карл Поппер, где гендер форматов? Дебаты, жалпы, бернище форматы бар, Олар АПФ форматы ППФ, Американский парламент, а британский парламент. Британский это где можно ругаться, да? Ну, в парламенте такое там. А, кстати, знаете, недавно начали передавать на YouTube заседание парламента в Великобритании. Оказывается, многие смотрят его как комедийное шоу, потому что там, ну, действительно, там очень интересно. Дело в том, что это самый старейший, наверное, парламент в истории, который существует, британский, и он самый консервативный. Он никогда не менялся. Вот как он был при Тюдорах, в викторианской Англии, так он и остался. И, как вы считаете, это нормально, когда политические вот подобные дебаты, у нас это было в Советском Союзе, но это не дебаты не называлось, это съезды были, да, их показывали. По телевизору многие вот так вот сидели, не знаю, потому что по всем каналам не было интернета, не было возможности посмотреть что-то другое. Некоторые с интересом смотрели, как бы там решалось, что ждет страну в ближайшие 5-10 лет. Нормально ли показывать для всех, для нашего общества потребителей, интересно ли будут смотреть вот подобные политические дебаты именно? Ну, я считаю это очень интересно. Почему? Потому что, ну, телевидение в основном не показывает, когда, ну, политики откровенно говорят какие-то мысли, потому что, ну, это очень важно, потому что людям надо видеть все это, что политики они не святые, есть люди, которые могут ругаться, есть могут люди, которые говорить свои мысли. Грязно даже ругаться. Ну да, ну да, но это как бы, ну, это реальность. Хорошо, вопрос, ребят, ко всем. Ваш идеал в дебатах, вот, то есть на кого вы равняетесь, на кого вы пытаетесь быть похожим или, может быть, кто вот является вашим кумиром? Может быть, это политический деятель, может быть, это какая-то рок-звезда, не знаю, но вот именно в его манере речи, в манере держать себя перед зрителем, перед аудиторией, в манере строить свои мысли? Может быть, это действительно какой-то политический деятель, может быть, это просто кто-то из ваших кумиров именно в сфере вот дебатных клубов нашего города и страны? Ну, вообще можно сказать, что у каждого, думаю, идеалы разные, но у всех это одно, что человек должен уметь, не знаю, чтобы другие люди, другие слушатели его понимали, чтобы они поверили ему и его мнению, чтобы он умеет доказывать свои аргументы. Также, не знаю, у меня лично нет определенного идеала, для меня идеалом считается человек, который вот, как я уже сказала, умеет доказывать свои аргументы. Ну, а вот импонирует тебе кто из... Именно мне, ну... Это может быть политический деятель, это может быть телеведущий, может быть, какой-то интеллектуальных и аналитических программ, потому что там тоже дебаты присутствуют, да? Да. Именно из политических деятелей у меня нет определенного кумира, можно сказать. Именно своими кумирами, кому я могу равняться, я могу взять старшее поколение Парасата или Конгресса, потому что эти люди реально те, которые уже несколько лет играли. И иногда я даже могу равняться ребятам, опять же, из школьных либ, потому что и они умеют играть лучше, чем я, потому что у них есть опыт многолетний, а у нас, так как мы первые курсынки только садились. А в школе вы не играли? Нет, в школе я не играл. Для вас это было открытием, да? Да. Хорошо. Лидия, кто для тебя является? Сейчас он, я lovería? Я isolался или подумал есть. Я думаю, что мы им не любят любвинять у меня illegal других Teilностей или спроситьker Semiv Спасибо. 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 Спасибо.